Дневной разворот Дневной разворотники Казанского драматического театра имени Василия Ивановича Качалова Продолжаются гастроли этого театра в нашем драматическом театре до конца июня О том, как проходят эти гастроли Много ли кировчан приходят на спектакли Довольны ли они вообще приездом в наш город И довольны ли наши гости приездом в наш город в том числе Да, ну и конечно же мы надеемся, что мы разыграем еще и билеты на постановки, которые дает Качаловский театр Я думаю, что не только на постановке И как всегда у нас будет очень много всевозможных призов, в том числе и книги, и вообще все что угодно Но перед культ-походом Обычный дневной разворот Тема сегодня сформулирована Забавно Довольно интересно По-моему, такого у нас еще не было никогда Но мы сегодня будем импровизировать, наверное, да, походу как-то Повод есть просто повод И хочется поимпровизировать как-то И поностальгировать, и поразмышлять Ну давайте, вот Где фонтаны, фонтаны где? Где фонтаны? Фонтаны где? Вот надо что-то с чувством, Володь Это у нас вчера в течение практически всего дня такие реплики раздавались в нашей редакции Вот так мы, собственно, и незамысловато тему-то и обозначили Нет, я помню вариант Не фонтан или фонтан Это одесская фраза, вообще говоря Фонтан или не фонтан Вы сейчас слышите Владимира Маматова Это коммерческий директор газеты Ему надоело ждать, пока мы представим Нет, ты просто очень долго говорил про фантазии, мистику, магию и тайны Жизнь, она суровее и намного проще Я ехал искусственно, это прекрасная дорога Она выбивает весь идеализм, чертая матерь И романтику И романтику Так, и еще один раз Что, про русское будем говорить, нет? Про русское будем говорить в следующую среду В следующую среду Два часа будем говорить Про русское качество Зовите меня, я как раз по этой дороге в воскресенье поеду Два часа И Володю спросим И тебя, и Яна Евгеньевича Чеботарева И всех, кто вообще по этой дороге путешествует Хорошо Этот июнь 2017 года Практически весь июнь Можно вспоминать Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых Доброе слово Сейчас узнаем Об этом собственно и поговорим Хорошо 13 июня, да, во-первых Ему исполнилось 42 года В эту пятницу ровно год назад То есть 24 числа В прошлом году пятница была 24 Собственно, появилось сообщение О том, что Никита Юрьевич задержан По подозрению во взяточничестве И знаменитые фотографии Глаза боятся, а руки светятся Ну и ровно практически год назад 1 июня Никита Белых был здесь В нашей студии В программе Урбан Светлана Занькова вместе с Дмитрием Драным Вели эту программу И он как раз таки рассказывал О тех планах Которые должны быть осуществлены В Кирове В 2016 еще году Что же рассказал нам Никита Юрьевич? Большая часть их планов Планировалось осуществить На внебюджетные средства Да, это была главная тема передачи Я ее переслушал специально всю Это, кстати, выражение Это выражение Внебюджетные средства Тогда так смело применяли И не только Никита Юрьевич Но и Владимир Васильевич И вообще все сотрудники Горадминистрации И правительства С той поры Выражение Внебюджетные средства Исчезло Из лексикона Оно как-то приобрело Другой оттенок Вспомни эту фотографию Внебюджетные средства Были сфотографированы Они лежали на столе Аккуратными кучками Оно исчезло Это в этой строки не стало Всех нас учит пример Никита Юрьевич Запрети одно выражение Мы так весь русский язык Оно просто поменял смысл Оно осталось Но поменял смысл Вот давайте узнаем На что собирались Тратить эти вне бюджетные средства Год назад Мы будем слушать сегодня Давайте немножко А вот хорошая программа Я скажу Очень хорошая программа Насыщенная была Динамичная программа Мы Никита Юрьевича Долго ждали Это был второй час Урбана В первом часе была Госпожа Рубцова Которую тоже все любят Слушать всегда Такой динамичный был эфир Во втором часе Никита Юрьевич Который давно к нам Не приходил Мы об этом говорили В эфире Пришел и разговор Шел за городские дела И кстати он в конце эфира Пообещал прийти еще один раз И поговорить уже о том Все может быть А давайте услышим Как это было Пожалуйста Денис Князев Наш звукорежиссер Самый последний седьмой фрагмент Где он пообещал Коротенький такой Пообещайте пожалуйста Что вы придете к нам еще раз Обещаю Спасибо Пообещал Пообещал Будем ждать Будем ждать Надеяться Годик-другой Дождемся Почему фонтаны У нас в заголовке Годик-другой Почему фонтаны в заголовке Давайте про фонтаны послушаем Денис пожалуйста Отрезок номер 4 О фонтанах и памятниках Мы планируем в этом году Также продолжить работу По строительству Фонтанов То есть которые мы начали В прошлом году И так же как в прошлом году Это будет сделано Без участия бюджетных средств То есть это будут Вне бюджетные источники Пока планируется Два фонтана Один в Нововятском районе Другой значит На улице с Паской Как раз у кукольного театра Мы планируем По линии военно-исторического общества Строительство Точнее создание Скульптур и памятников Памятник труженикам тыла Памятник сестре Милосердия Он будет напротив октября Там рядом с гериатрической больницей Мы планируем Опять же за счет Вне бюджетных источников Профинансировать И создать Памятник Марии Исаковой То есть самой наверное Титулованной Самой ведущейся Нашей там кировской спортсменки Еще создание Сквера космонавтов Там будет Поставлен бюст Другому нашему Прославленному космонавту Сереброву Уважаемые слушатели Если вы не въезжаете Это запись Еще раз повторим Это запись Это запись Мы не напрямую связи с Лефортом Которой чуть больше года От 1 июня 2016 года Ну вот и собственно говоря Где фонтаны Фонтаны где Прошел год И мы Не знаю Сгрустили с радостью Накрылись Вспоминаем А что только один белый что ли Трудился Во благоустройства города Этот вопрос же был задан Буквально через пару месяцев Да Буквально через пару месяцев После этого интервью Его задали уже Тогда Симаков был Глава Благоустройства Горякского Благоустройства Департамента Его спросили И вот тогда он как раз сказал Что а как В небюджетное средство Я могу процитировать Можешь даже Вот фраза как раз была Где фонтаны Нововянский кукольный театр Должны были обжавестись фонтаны Я могу процитировать Вячеслава Николаевича Который был в то время Начальником благоустройства И транспорта Управления Строительство фонтанов Планировалось при участии Различных предприятий города Речь шла о строительстве Двух объектов Без привлечения бюджетных средств Они куда делись Эти различные предприятия города Вот это вот интересный вопрос В связи с определенными моментами Мы не получили финансирование Журналисты города Кирова Я имею ввиду портал Делают из этого вывод Что как раз вот Они лежат сейчас там Под следствием что ли Эти деньги Куда они делись Как бы если это предприятие Города Кирова Зачем ехать в Москву За ними я не понял Предприятие на самом деле Светлана ты верно заметил Они все остались на месте Кстати ситуация Почему Белых брал взятку В Москве От Нововятского Выжиного комбината Я до сих пор не могу понять Зачем в Москве В ресторане Брать взятку В принципе Ну это ладно Ну бывает У человека Какая-нибудь там сумасшествие Напала на Никита Юрьевич Дай ему бог здоровья А Ну зачем от кировских Предприятий брать в Москве То есть как-то спокойнее Вратификировать взять На месте Да Кстати говоря После суда Который Очередного суда Который на этой неделе состоялся Адвокаты Белых Дали как раз разъяснение Да Дополнение Что они там говорят Ты имеешь ввиду Некий свидетель Пыхтеев Некий свидетель Пыхтеев И военно-историческое общество Там как раз и звучали Да Так Это слова адвоката Горохова Адвоката Белых Тоже приводит его эхо Москвы Наши коллеги Федеральный свидетель По фамилии Пыхтеев Является давним знакомым Белых В июне прошлого года Он по поручению Эксгубернатора Перечислил 50 тысяч евро На счет Российского Военно-исторического общества Я понимаю Конечно Евро Более твердой валюты Чем рубль Но что-то как-то Непатриотично Что в евро Что в евро Что в евро Российское историческое общество Российское историческое общество В евро перечислили Это кстати Абсолютно Документы Есть Которые подтверждают Исполнение этого Поручения Они есть У защиты Белых И вот по мнению адвоката Это может серьезно изменить Сколько это 50 тысяч евро Это не густо По-моему Это три ляма На фонтан На фонтан Сейчас евро Катится вверх То есть думаю Что там Ну Их потратить Ты успели Они лежат где-то Где они эти деньги Там не сказали Вопрос к военно-историческому Кстати В той беседе с вами С тобой И с Дмитрием Драным Он ведь говорил Про дом офицеров И военно-историческое общество Давайте сейчас послушаем Это еще отрезок 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 номер три Отдельная работа Нам предстоит Значит По дому офицеров Я напомню Что нам Министерство обороны Передало Значит В ненадлежащем состоянии Мы По линии военно-исторического общества Договорились С министерством культуры О том Что мы это Передаем уже Опять же Как бы Федерацию Для того Чтобы они Его отремонтировали И передали Кировскому оригинальному Военно-историческому обществу Для размещения там Военно-исторических музеев На все соответствующие мероприятия Эта работа ведется Сейчас Я не думаю Что мы в этом году Завершим эту работу Я думаю Что мы в этом году Ее начнем То есть И в следующем году Завершим То есть Там тоже Речь идет Об объемах Инвестиций Ну превышающих Сотни миллионов рублей Превышающих Сотни миллионов рублей Речь идет О доме офицеров Шла о доме офицеров Это было еще раз В прошлом году Все время напоминаем Нашим слушателям Что мы Используем Открышки Из прошлогодней программы Мы пытаемся понять Куда делись деньги И где фонтаны Никита Юрьевич Собирался И куда делись Те самые предприятия Которые должны были Обеспечить Те самые внебюджетные средства Потому что он Ведь в той же беседе Говорит Что я беседовал С очень многими В том числе Федеральными Организациями Которые даже не работают В Кировской области Они тоже Мы продолжаем Нашу беседу С Владимиром Маматовым Коммерческим директором Газеты Репортера И нашим главным редактором Светланой Занько Николай Голиков Владимир Стаметанин В нашей студии Мы вспоминаем эфир Практически годичной давности Где экс-губернатор Нашего региона Никита Белых Говорил о том Что еще в прошлом году Должно быть сделано В городе Кирове В том числе Речь шла О ремонте Исторических зданий Я кстати Хочу, Володь, напомнить У нас вопрос на сайте Есть еще Как раз касается Исторических зданий И мы просто спрашиваем Наш слушатель Большинство исторических зданий В городе Кирове Находится в каком состоянии Два варианта ответа В приличном состоянии Или в неприличном Извините за слово Можно я угадаю ответ Я практически уверен Что подавляю Что в неприличном Конечно С большим отрывом Лидирует именно этот вариант ответа И на нашей странице Вконтакте На сайтах Кирова На странице За 90% голосуют За неприличное состояние Вообще Это история про фасады Вы помните Мы в прошлом году У нас Неделю через неделю Постоянно была Вот эта тема Ремонт исторических фасадов В городе Кирове Это мне напоминает Разговор про ремонт Наших дорог Он тоже ведется Довольно регулярно Киров Киров это место Где что-то Постоянно ремонтируют Причем Никакого результата Я лично не вижу Погоди А вот это очень интересно Понимаешь Потому что ведь Деньги были Тогда говорили Что я не знаю Есть ли это в этой программе Но деньги были перечислены Уже И собраны На какое-то количество 20 с лишним штук Чуть ли не 30 фасадов В исторических Которых в прошлом году Должны были отреставрировать 32 или 36 Это сделано Вот я уже не помню Вы помните коллеги А нет 23 23 все-таки фасадов О какой сумме речи Не помнишь Давайте сейчас послушаем Все-таки Вот это второе Отфинансирование Давайте В первоисточнику обратимся Да Мы это делаем За счет внебюджетных средств То есть Это очень важный момент В рамках Вот этого закона Об административном Остатусе административного центра Мы в прошлом году Выделяли межбюджетные Трансферты Муниципалитета Для того чтобы начали фасад Но в этом году Ни копейки бюджетных денег Использовано не будет Мы действительно Провели встречу С предпринимателями Мы Причем не только С предпринимателями Кирова и Кировской области Я специально Там объехал Ряд крупных Предприятий Такого федерального масштаба Кто-то из которых Представлен в Кировской области Кто-то не представлен И просто просил их Значит Поучаствовать В такой как бы программе Приведения в порядок города Это не только программа По фасадам Да Мы потом этого коснемся Вот Ну собственно говоря Сейчас тех денег Которые вот мы там собрали Или там под которые подписались То есть вот мы считаем Что там на 20-25 фасадов Которые в центральной части Города расположены Должны хватить Понятно что будет В любом случае Пусть и упрощенная Но процедура торгов Почему упрощенная Потому что это там Небюджетные деньги Вот Может быть Скажем нам Удастся что-то сэкономить У нас есть Очень длинный перечень Какие другие фасады Если деньги останутся Какие-то сэкономлены Какие еще нам Необходимо будет ремонтировать Это о ремонте зданий Фасады У меня нет 20-25 Это количество фасадов А сумма Да Вот сумма На которую Никита Юрьевич Чуть не сказал Покойный Типунтина идущий Согласен Как-то оговорочка нехорошая Вот На какую сумму он рассчитывал И вообще Где эти деньги Если они собраны И самая Ну С одной стороны Конечно Открытость Вот это Никита Юрьевич По сравнению С нынешней командой Она нравится Это понятно Она нравится всем Я думаю Но вопрос А эти деньги Если они были уже запланированы Если они были куда-то вложены Они где находятся Ты слышал что Там были межбюджетные трансферты То есть они в любом случае Должны были кем-то В прошлом году у нас были Он говорил Были межбюджетные трансферты Они понятны все А в этом году Будут только межбюджетные деньги Что-то ремонтировалось Что-то ремонтировалось И какие-то фасады в итоге Отремонтировались Мы просто с вами не вспомнили Ты мне что-то покрасили Я не знаю Деньги-то ведь были собраны Он же сказал На покраску зданий И на ремонт фасадов Мне кажется Совершенно разные суммы Да Абсолютно разные суммы Они же были собраны Эти деньги По его словам Да А что дальше происходило Видимо разобраны были Обратные Нет Их видимо ждала Судьба всех небюджетных средств То есть они Появляются И исчезают Появляются И исчезают Потому что у нас Мы можем учесть Только государственные А внебюджетные Насколько я догадываюсь Они существуют На уровне личных отношений Вот смотри Когда планы Когда планы озвучивались А ведь планы Насколько я помню Владимир Васильевич Быков Озвучивал и позже На самом деле Уже много позже Еще оставаясь Главой города Он говорил Про эти пресловутые фонтаны Что они таки будут В нашем городе Это было уже в августе 2016 года Когда дни романтики Уже прошли Деньги у Владимира Васильевича Еще были Ну или по крайней мере Надежда на эти деньги У него еще осталось Но помните заявление Знаменитые Быковы О том что ничего В городскую администрацию Не поступало в бюджет Как-то очень странно То есть с одной стороны Он по-прежнему надеется На то что эти деньги будут Он заявляет что они будут Но с другой стороны Ничего в городской администрации Не поступало А на что он тогда надеялся Ну что они поступят Наверное На будущее время Ты эти Быковы имеешь ввиду Да конечно Он не забывается Вообще очень любит Будущее это время У нас чиновники Все очень любят Они свободно в нем живут Нет как-то все таки Очень интересно То есть как только Никита Юрьевича закрыли Да буквально там день-два Вадим Васильевич Отреагировал С похвальной скоростью Просто потрясающим Сразу четко Ясно по-военному Сказал Ничего не видели Ничего не слышали Ничего не знаем Следствие разберется Ну это я перевожу На такой простой Ну там была главная Ключевая фраза Денег в бюджет Не поступало То есть сразу Стало ясно Что городская администрация Святее Папы Римского И никакого отношения К этой ситуации не имеет А все таки На эти же самые Внебюджетные Которые должны были поступить Через два месяца Вадим Васильевич Заверяет что Надеется Таким Он все таки В курсе Или не в курсе Он все таки Участвовал Или не участвовал Он о чем вообще говорил Вот так Интересно Просто интересно Здесь Понимаешь Мы главное не понимаем Мы говорим Про внебюджетные средства Мы не понимаем Что это такое Это вот некий Такой вот Некое помещение Где они лежат Да Некая комната закрытая Там лежат какие-то И вот понимаешь Ты либо имеешь С кем доступ Либо не имеешь Либо это что-то Реальное Движущееся по счетам Что можно проверить Увидеть там Я же в эту историю Мы кстати говоря Эту историю Мы обсуждали Здесь тоже В рамках программы Урбан Когда разбирали вопрос О платных парковках Вы помните В прошлом году Нам обещали Четыре платные Четыре платные парковки Одна Одна из них Появилась Как будто бы Платная парковка На Комсомольской площади За последние месяцы Я там дважды прогуливался И ни разу не видел Нет машин А им тогда говорили Что это не то место Ребят Бизнес там не сделать Вот в этом месте Никак Тогда же говорили Про парковки У администрации Области Администрации города Погоди И погоди И вот тогда приходил К нам ответственное лицо Я уже не помню Володя сейчас помнит И скажет Кто организует Платные парковки ЦДС Центральная диспетчерская служба Нет Кто-то не от ЦДС приходил В общем раскладка Здесь была на столе Значит с расчетами И прочее И с примерами других городов Где как делось Там в строчке Средства За чей счет строится Всегда был там бюджет И какое-то предприятие Которое является партнером Там Просто телеком Я не знаю Я уж не помню Кто Я помню Что какой-то телеком был Еще какие-то Еще какие-то У нас в этом столбике Стояло вот это Пресловутое Словосочетание Внебюджетные средства Я тогда помню Докапывалась просто В этом эфире Утомила просто Нашего спикера Пытаясь понять Почему собственно Мы не можем прописать Что за внебюджетные средства Это такие Почему Ты имеешь Но чьи взносы Почему Не Ну почему Соседи пишут Что партнер Программы Такое-то предприятие Ведь очевидно же Что если оно вкладывается В платные парковки Оно будет иметь свой профит Правильно Это же нормально А у нас значит В строке этой написано Внебюджетные средства Кто поимеет этот профит Мы не понимаем В каком количестве Поимеет этот профит Не понимаем Из кого спрашивать в итоге Свет Вот кстати Очень интересный момент А мы где-нибудь Когда-нибудь По поводу кировских Внебюджетных средств Видели хоть один вариант Расшифровки Этого понятия От кого поступили Конкретно Эти деньги На каком ситоне Находится Ты говорил Про комнату В которой Я просто не очень понимаю О чем мы говорим Я вот тоже начинаю Не понимать А вообще Эти внебюджетные средства Кем они контролируются Где можно увидеть То есть Консолидированный Какой-то отчет То есть Я нажал кнопку На компьютере Грубо говоря Там мышкой шевельнул Кликнул И там я вижу Что вот эти фирмы Вложились Столько 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 Деньги Пришли туда Туда Такой-то расход Такой-то доход То есть Обычная Бухгалтерская ведомость А вместо этого Я слышу Мистические заклинания То есть Пусть мистика И магией Занимается Кто должен Как бы Не моя епархия В данном случае Следственный комитет России Мистика занимается Да А можно кстати Вот таким образом Повернуть вопрос Если бы Никита Юрьевич Не скрывал То есть Карты держал открытыми То возможно Сейчас бы другая У него судьба была Называл конкретные источники Володь Я боюсь Если бы он просто Перед поездкой в Москву Сказал Я поехал в Москву Взять денег Из Утхаймера Да Вот на фонтан На фонтан Нововятский Нововятский лыжный комбинат Володь Ты копнул Черечайно болезненную В целом И для Для России Я понимал Я принимал Для России Ты празднец С придыханием Ты в душе патриотка Я принимал Конечно Что значит в душе Не только И вообще Не только Хорошо Да Значит Надеюсь не у вас Да патриот Вот И Потому что он не патриот В моем понимании Значит категорически Слизанный с лендровера Походу Ну Не будем отвлекаться Так вот Болезненная тема в чем В том что Огромное количество денег В этой стране Существует Именно В виде Вот этих Мистических Размытых Вне бюджетных Которые не контролируются Которые в зависимости от Вот Никита Юрьевича закрыли Бах А где деньги Деньги где У Никиты Юрьевича А где арестованные деньги Куда они пошли А это в следственном комитете Вот следственный комитет Это мистическая организация Где исчезают наши деньги Извиняюсь шутка Но не все Не все Часть остается людям Пенсии индексируются Рублей по 50 Вот И Самое интересное Вот эти Вне бюджетные Неназываемые Непонятные А какой процент Во всей экономике Существует В виде вот этих Вне бюджетных По оценкам экономистов Порядка 30-40 50 процентов До 50 процентов Да 50 процентов Российской экономики Это гигантские деньги Фантастические Они находятся в тени 50 процентов Да То есть если Порядка половины Да То есть если в год Чего планировать Собрались Собрались там Принимая все эти бюджеты Программы России Там 2020 Там развитие чего-то Куда-то Там до каких-то лет Вы планируете половину Ну представь себе Что ты в домохозяйстве Планирует домохозяйство Да Ты спланировал его Зная 50 процентов То есть допустим Ванну начал Ну условно говоря Половину стены Половина Совершенно Нет Ты ванну начал Ремонтировать То есть смеситель Ты поставил Да А стенку Ты не видишь ее просто Ты не знаешь Что там происходит Сделал смеситель А оттуда Тараканы Поползли какие-то Вообще не знаю И какая уверенность Или какая надежность Или какая прогнозируемость Вообще возможно Да Ну никакой Что мы собственно и видим Ну так Ребят Так возвращаясь К нашим фонтанам И фасадам Мы о чем говорим Вот это Мы рассуждаем Примерно То есть это Нам сразу надо В крестный ход И вот патриарх приезжал Это абсолютно Мистическая тема Православный хоккей Да У нас уже появляется Вот так Это прекрасно Вчера договорились же И православный кинозал Нет Для меня Кваси Вот такой Апогей Православия В России Это Освещение Ракеты Сатана Вот это Прекрасно Когда боеголовка Под названием Сатана Освещается Православным Священником И он на службе На службе Естественно Естественно В этом есть Какая-то прелесть И какое-то Понимание страны Сразу Вот так Вернемся к небюджетным Фасадам и фонтанам Они вообще существуют Нет Ну вот о чем мы говорим Погоди Но вот ты видел Ты же проходил Мимо дома офицеров Там стоят леса Леса Ну и больше ничего не происходит За этот год ничего не происходило У нас есть в Кирове много довольно зданий Где стоят леса годами Да Иногда еще так красивыми Стучками рекламу не закрывают Зато Может быть Игорь Вадимович Говоря что мы лесной край Имеет в виду это То есть очень много лесов В которых что-то Старно строится Что эффективность На 70% Поднялась Ты не понимаешь Что у нас поднялось В лесной отрасли Ну я буквально вчера читала Я просто читал Очередной рейтинг 70% Благодаря повесе коррупции У нас эффективность Работы чиновников Упала за этот год Там до 7-го десятка Уже в России В каких чиновниках В России Кировских областных Света Если честно Понимаешь Для меня подъем Любой функции Абсолютно На 70% Мгновенно Я знаю что Виагра работает Но у нее такие Побочные действия Понимаешь То есть вот 70% Да 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 Коль Я не пробую Ни разу Говорю Но 70% Увеличение Чего бы то ни было За короткий срок Лиже мы нашли Золотую живу Нет Это обычно говорит о том Что просто ничего не было Год назад Ну сам же знаешь Если в том году Вы выпустили один кран А в этом 7 То это как раз 600% роста Да Ну да Или просто друг друга Не поняли Это как с молоком И пятым местом Ну это у нас Да это уже просто Прича Ну пятое место молоко Нет Пятое место Это у нас по молоку есть У нас нет каждой Пятой тонны российского молока Нет А у нас упрямо Говорят что она у нас есть Вот смотрите Мы сейчас можем Пять минут поговорить Да и составить Вот с одной стороны Составить по Киевской области Шишина Настолько шикарную Игорь Владимирович Вот нас бы Должен был взять Собирать Вообще выгнать всех Московских технологов Взять нас Мы составили такую агитку 70 процентов Каждая пятая тонна Леса круглого Так составлено Ну что ж Ты видел хоть одну пафосную вещь Я не видел Как это Нет Вперед Вперед Движение вперед Здесь слово вперед Васильев и вперед Васильев и вперед Нет Коля Ни одного слова назад Коля Ты захотел Коля ты меня пугаешь Васильев назад Во-первых не рифмуется Никакими А вперед Ну это страшно Но это Ну кто-то ведь Не возьмут вас ребят В политтехнологии Ну я с вами Если поучиться Если что-то почитать У нас реклама Мы немножко Растеклись Немножко отвлеклись Давайте рекламу И вернемся Ну главный объект Сегодня обсуждение У нас главный герой Белых Никита Юрьевич С своими обещаниями Данными в прошлом году В нашем эфире 1 июня Светлана Занько с нами И Владимир Маматов Давайте послушаем Все-таки Вот по сути Что с фонтанами Хотелось делать С фасадами Извините Мы послушали Об источниках финансирования Но вот сейчас По сути Что же с фасадами В этом году Мы действительно Ставим задачу Отремонтировать Более двух десятков Фасадов Расположенных Не только на Улице Ленина Но и также На улице Преображенской И улице Спаская То есть у нас Такой там квадрат Получается Мы в качестве Приоритетов Определяли Объекты Которые Отвечают Нескольким Принципам То есть это Должны быть Объекты Действительно Исторического Культурного Значения Это Должны быть Объекты Расположенные В центральной Части города Мимо которых Ходит большое Количество Людей И это Должны быть Преимущественно Объекты Вот это Очень важно Которые находятся В муниципальной Либо в областной Собственности Потому что Значит Первое Если мы говорим Про жилые дома То это Собственно говоря Программа Кап ремонта Это жилье Мы очень много Внимания Уделяем Тому Чтобы программа Кап ремонта Заслуживала доверия Чтобы люди понимали Что собственно говоря Содержание их имущества То есть это Их собственная задача И понятно Что если вдруг Кто-то другой Будет за них Ремонтировать Значит В том числе Фасады Это входит В программу Кап ремонта Мы никогда Собственно говоря Не убедим людей Что они должны Сами заботиться О своем имуществе Они будут ждать Когда кто-то придет И за них Это сделает По каким-то причинам Второе Значит Там где Собственниками Либо со-собственниками Является бизнес То есть Частные структуры Мы Пока По-хорошему Просим Уговариваем Требуем Чтобы бизнес Следил за Фасадами домов Особенно если Они имеют Историческую ценность Третье Вот то о чем Вы сказали Это действительно Очень важно Надо Чтобы у всех В сознании Закрепилась Следующая вещь Содержание И Приведение В соответствии Историческим Канонам Фасадов И там других Составляющих Объектов Это является Обязанностью Собственника Мы на сегодняшний день Рассматриваем Вопрос Связанный С внесением Изменений В региональное Законодательство Где четко Будет прописана Ответственность И обязанность Собственника Содержать Объекты Исторического Культурного Наследия В надлежащем Состоянии Вот так Требуем Просим Вежливо Пока Требуем Просим Хорошо Внесение В региональное Да Потому что 9 мая Я Въехал В соседний дом С правительством И случайно Из-за окна Такси Обратим Внимание На порожки Всех фирм Которые Это в 100 метрах И правительство То есть Нет центрея места Нет центрея места В Кирове Это лицо города Фактически Ни одного Нормального Входного Ни одного Ни одной Как говорят рекламщики Ни одной нормальной Входной группы То есть Сколото Отбито Выпотрошено Еще что-то То есть Никто Не следит Мне всегда Хотелось Извить По поводу Этого Непа Который У нас Игорь Владимирович Игорь Владимирович Дорогой Вокруг себя Вот В 100 метрах От себя Прибери пожалуйста Просто докажи Что у тебя Тормально А вот то Что Белых Говорит Про внесение В регионалку И двумя руками За Я бы обязал Муниципалитеты Чтобы муниципалитеты Принимали в законодательном порядке И следили Потом За богоустройством Города В срав И наказание Отчисления Смотри какая история Ты заметил На самом деле Что Не просто так Ладно Никита Юрьевич То есть он пришел Мы его специально пригласили На программу Которая городу посвящена Вот не области И городу Ну потому что Вот это лицо И карточки Там регионы И прочее И он-то кстати Компетентно говорит О том Что вот здесь вот это Вот здесь вот это В этом разбирается В этом там дальше Про парковки говорит Спустя все это время Вот кроме Симакова Из города По благоустройству Никто не приходил Когда ушел Быков Вообще перестали говорить О какой-либо концепции Развития Благоустройства Внешнего вида города В новой какой-то парадигме Подожди Может они в августе Ее представят Погоди В новой какой-то парадигме Никите Юрьевичу Тогда не повезло Видишь Не было этой программы Этого глобального Благоустройства федеральной Бабки Вот эти все федеральные Не лились Это сейчас можно сказать Что это мы не делаем Благоустройство Что какие фасады И фонтаны Вон мы вам сейчас Парк забабахаем На площади Коньева Погодите-ка О дороге О дороге Да Только надо помнить На минуточку Что конечно Сейчас очень важно Следить за тем Как работают федеральные средства Как они используются Мы следим Вон может Тоба и Коля И Володя Могут рассказать Как расходуются на дороге Федеральные средства Но Помимо клумб Которыми болен Перескоков И я рада Что присутствует Такой диагноз Потому что Перескоков болен клумбами Цветы появляются Он болен однолетними цветами Неважно Это очень важно Обратите внимание Однолетними цветами Нет Я вот сейчас не про это Для беседы с Перескоков Уже есть тема Я вот в этом смысле Хочу сказать Замечательно Что ему нравятся цветы Пусть они появляются Сейчас вот задумчивые лица О всяких разных людей Которые на пороге стоят И клумбы оформляют Мне нравится Пусть Пусть сажают цветы Но больше-то ничего Никто не говорит Ни про фасады Ни про историческую часть города Год мы уже не говорим Заметьте Мы раньше тут все время Говорили об этом В любое СМИ писало И репортеры Кто угодно Ни про историческую часть города Ни про пешеходные маршруты Ни про какие-то там Идеи Я не знаю Бизнеса Даже Вятский променад заглох Заглохло все Все Опять же Путепровод забивает Света Света Когда вы здесь мило беседовали На рожки не хватает Когда вы мило беседовали С хреннеисторической частью города Как раз в это время Колесико должно было на площади стоять И Никита Юрьевич Как бы это вполне одобрял Вот кстати Видимо тоже в его планы входило К счастью Этот план его не сбылся Про променад-то? Про колесико А раз нет колесико на площади Не его личный план был Но он его одобрял Без него бы здесь ничего не было Не его личный план Без него бы Даже мысли такой не было Это владелец холодильника хотел Да Владелец холодильника Он сейчас поставил в другом месте И променад естественным образом Он изменился Надо же новый чертить Надо же теперь от цирка Маршрут-то чертить Соответственно и музеи Все куда-то переносить туда Где этот вход будет Пешеходную зону хочется? Хочется Уже много У нас эта пешеходная зона На Московской создавалась И почему ее ликвидировали С пор не понимаю Прекрасная зона От площади до Вечного Огня Отличная улица Гуляйте, ребята У меня вопрос, конечно Для слушателей созрел Но он уже поздно созрел Мы там все как-то Я хотел спросить У наших слушателей Вот Вот те планы Которые сейчас были озвучены Они вообще вам нужны? Да Никита Юрьевич исчез И планы тоже исчезли Вот я второй раз Угадаю ответ наших слушателей Нет, они нужны Не нужны? Не нужны Вот ты зря Вот ты на себя сейчас берешь Слишком большой ответ Да, я привык это делать Но ты понимаешь, что я делаю Я так не думаю Я вот Я скорее на другой стороне Я тебе ручаюсь Что подавляющее количество Не ручайся Ну вот не было голосования Не надо Хорошо Давайте я объясню сейчас Приведу простой пример Мы можем поднять голосование За прошлые годы Даже Я практически Во-первых уверен, что угадываю Во-вторых Дороги, да Которые выбешивают страшно людей Выбешивают Вот это вот другое Не-не-не Тут не другое Это то, что сейчас Приказ Скажи мне Сколько людей Реально Вот Закончился рабочий день Да Все, что нужно для того Чтобы создать Хиппиш, да Это поднять трубку Набрать телефон Администрации И сказать Какого Я вчера С утра Там была ситуация Как раз Эта дорога Киров-Русская Там длинная история Лучше бы вам ее не делали Никогда Не-не-не Я набрал Спасибо, Свет На добром слове Спасибо, Светочка Вот тут я как раз Осторожно Осторожно Я нервничный Так вот Я боюсь, что вы стали Более нервными С того момента Я вчера просто набрал ГАИ Ну, что там не было Регулировщиков Выяснилось, что Нет распоряжения Администрации То есть, ну, Перескоков Не стало подписывать Там должны быть ГАИшники Ну, так как ГАИшникам Никаких распоряжений Администрации Не поступало Их там нет Поэтому ребята Которые делают дорогу Они регулируют ее так Как им Бог на душу положил То есть, никак То есть, там Закрыли и стойте Да, да Нормально, ребят Опазывайте Плохо вам там Без разницы Стойте просто и стойте Мы тут развлекаемся Я к тому, что Я звоню ГАИшникам Ребят, вот как Он говорит Вы уже тридцатый человек Ты понимаешь И тридцатый Нет Вы уже тридцатый человек По фамилии Маматов Фишка в другом Из сотен людей Тысяч Десятков тысяч Которые ездят По кировским дорогам И матерятся непрерывно Из них тридцать Звонят Тридцать звонят А вот реальные действия Предпримут Сколько Один Два Причем один из этих двоих Уже в нашей студии Совершенно правильно Так вот Вопрос Только один Из этих людей Которые хотели бы дорожки Хотели бы фасадики И фонтанчики Они конечно Тротуары еще Да Да Кстати в этой программе Про тротуары Прекрасно было бы Они что-нибудь Кроме Вот одобрения Неодобрения Могут делать Потому что Могут Уверенно Они могут Но хотят ли Вопрос Ты понимаешь Ты же вот можешь И что ты можешь Ты и делаешь Нет я неправильно Сформулировал Именно Хотят ли они Вот хотят ли Слушайте давайте Мы завели речь Об автомобилях Давайте еще Послушаем Никита Юрьевич Чем он там Грозился В отношении водителей Никита Юрьевич Пора завершать Грозиться Вообще Мы на прошлой неделе В рамках рабочей встречи С руководителем Нашего управления Министерства внутренних дел По Кировской области Константин Никановичем Селянином Договорились О том Что будет У нас Создана Рабочая группа Которая разработает Предложение По проведению Месячника чистоты Для автомобилистов Есть на сегодняшний день Инструментарий Который позволяет Тех автомобилистов Которые на Грязных Подчеркиваю Не просто загрязненных А по настоящим Грязных автомобилях Ездят по городу Привлекать их ответственности То есть если ты сам Едешь на машине С которой отпадают Куски грязи То потом говорить о том Что же у нас тут В городе не убирают Это извиняюсь По меньшей мере неприлично Такой Месячник чистоты Для автомобилистов Пройдет И он прошел Он был Он прошлым летом был И здесь Мы об этом говорили Вот так вы просто Не ведете эти эфиры Вы только на своих темах Концентрируетесь Я-то как бы Это вопрос А ты разносторонне Развитая личность Этот вопрос Мы с Дмитрием Драном Готовили Естественно Я же отслеживаю Что если мы берем Какие-то обещания Так мы следим Как это исполняем Так что фонтанов нет А Месячник-то был Фонтаны должны были В этом году появиться Еще в прошлом А нет В этом Ну по-любому Их нет И даже наметок нет Так что Можно сказать Что их не будет в этом Да Не надо забывать Да друзья Что тем не менее Что-то в прошлом году Прекрасное появилось И в позапрошлом тоже Я знаю Сколь как ты настроен Но вот здесь Я прекрасно настроен Мы здесь обсуждали Нелюбимые тобою Глобальные Региональные проблемы А точечные проблемы Города Да Я тоже напомнил тебе Про колесико И про этого урода На улице Спасской Который стоит у входа В тюз Понимаешь Это тоже все появилось При Никите Юрьевич Все это появилось Да Появилось А колесико как сейчас Хорошо на Октябрьском проспекте Очень хорошо Да очень хорошо Прекрасно смотрится Там ему и место Понимаешь К сожалению Наши радиослушатели Не видят твоего лица Когда ты говоришь Прекрасно Прекрасно Минута Новому руководству области На ваш взгляд Нужно перенимать что-то Вот из этих обещаний Нет категорически Категорически нет Категорически нет Не нужно заниматься Категорически не надо Потому что Дай бог руководство области Сделает 10% От того что оно говорит Все Хотя бы эти 10% Я не согласна Я думаю Что новому руководству области Просто нужно понять Что вот много говорить В будущем времени Не стоит Давайте ребят В настоящем времени Жить Я с этим категорически Не согласна Я считаю Что руководство области В лице конкретного человека Главы региона Должны хорошо понимать Городские проблемы Именно регионального центра В обязательном порядке Я считаю Что он должен себе Представлять концепцию Развития Этого города Если он говорит Что я здесь живу Я буду с вами жить И работать Света Прости Я тебя перебью Знаешь Как говорил товарищ Конфуция Товарищ Конфуция Главное Чтобы государь Был государем А подданный Подданный И все будет хорошо Ну вот ты знаешь Понимаешь А если он называется Конечно губернатором Он должен разбираться В этом вопросе Зачем Он должен разбираться В городских проблемах Ты предполагаешь Регионального центра Что губернатор Должен разбираться Конечно Не предполагаешь А я в этом уверена Что он должен понимать Когда-то они были губернаторами Кто когда-то был губернатором Ну при царе-батюшке Они еще были губернаторами А ну вот ты Ты уже теперь сомневаешься в этом Вот я считаю Настоящий губернатор Вот Тот о котором ты говоришь Должен разбираться В этом вопросе То есть Как только И парковка вокруг Вот этого Дома правительства Должна стать платной Многоточие Многоточие Давайте Поставим С вашего позволения Спасибо Владимир Мамата Светлана Занько Дневной разворот Вот такой Веселый Вот такой Дневной разворот Сегодня через 20 минут Культпоход Ждем вас